Юрий Штинский, российско-американский историк. Юрий, я вас приветствую. Добрый день. У вас хватило времени, желания и усидчивости посмотреть интервью Дугина с Такером Карлсоном? Нет, откровенно я не видел его еще. Я думаю, что вполне возможно хватит нам для этого просто обсудить главные тезы, которые сейчас, в том числе и Медуза, приводят. Беседа там вышла в размере 20 минут и была опубликована на YouTube-канале Карлсона. Когда непонятно, но утверждается, что было записано в Москве, вот что говорил Дугин. Основные тезисы. Путин традиционный лидер, он сразу начал выводить Россию из-под глобального влияния. Второй тезис. После развала СССР в мире не осталось никаких идеологий, кроме либерализма. Второй тезис. Последний шаг либерализма – освобождение человека от человеческой идентичности. Третий. Нет ничего реалистичнее, чем научная фантастика. Если вы посмотрите на Матрицу или Терминатора, то вы увидите множество сходств с нынешним представлениями о будущем. Четвертое. Если главная задача Запада состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, то это может быть одной из основ русофобии. Знаете, Юрий, такой серьезный очередной ход в сторону, реверанс в сторону определенной американской публики, которая болеет и конспирологией, и эзотерикой, и сам Тага Кролсон уже опустился во все тяжкие и говорит о неких мистических существах, которые живут в толще воды на дне океана и так далее, которые перемежаются как раз с идеями о том, что либерализм – это главное зло человечества. И вот мне кажется, что тут идет как раз такая игра под эту публику Путина. После того, как эта фракция, собственно, потерпела поражение в Конгрессе, они не покидают усилий все-таки навести эти мосты. И вот в лице даже некоторых американских политиков, сенаторов, мне кажется, есть такое вот желание понимания того, что с Путиным, с Россией можно и нужно дружить, что Россия может быть естественным союзником Америки по борьбе с либеральной демократией как таковой. Как вы сейчас оцениваете эту игру, насколько это может быть вообще эффективно, такая беседа с Дугиным? И как вы оцениваете силы вот этих Дугинцев в Америке, будем так говорить? Ну, Дугин, если как бы упрощенно говорить, Дугин русский фашист. То есть, естественно, от идеологии фашизма идеология Дугина чем-то отличается. Ну, в общем-то, это такие фашистские силы, которые давно уже поднялись в России, которые вскормлены были еще в советские годы, еще до падения Советского Союза в 1991 году, которые были сформированы, организованы, возвращены к ГГБ Советского Союза. Это был ГБшный проект. Дугин абсолютно ГБшный человек. Ну, то есть, он просто в силу своей биографии, он скорее был связан с ГРУ, а не с ФСБ. Просто его отец служил в ГРУ. Поэтому ФСБ как бы его не трогало как агента. Но все остальные люди вокруг Дугина были завербованы госбезопасностью люди. Поэтому это проект госбезопасности, да, это нужно понимать. И Дугин человек во многом незаурядный, ну, как все, Гитлер тоже был человек незаурядный. Знает какое-то количество языков, написал кучу книжек. Опять же, это были ГБшные проекты, но тем не менее, в результате были опубликованы различные книги, философские трактаты. Но установка Российской Федерации, и как бы сейчас она уже декларирована открыто, в отличие от установки советского руководства, начиная с 1917 года, заключается в том, что нужно опираться не на левые силы, как делал Советский Союз, а на любые силы, которые являются, ну, словно говоря, антизападными, назовем их так, да. Ну, это и включают, там, антилиберализм, да, либерализм как главный идеологический враг Российского Союза, да, Российской Федерации. Что тоже неудивительно, потому что для Советского Союза, допустим, да, в 30-е годы, когда поднимался фашизм в Европе, была взята очень важная установка, да, на Гитлера, как на ледоколы революции, да, когда важно было любыми способами разрушить вот социал-демократический центр, да, и поэтому, как все мы хорошо знаем, да, в 30-е годы был оформлен блок фашистов и коммунистов с целью, с целью разрушения Веймарской Республики. И то же самое примерно, да, происходит сейчас. То есть установка российского руководства взята на то, что нужно опираться на любые силы, которые являются, ну, подрывными, да, которые взрывают установившийся в мире после 1945 года порядок, да, на левых, на левых, на правых, на правых, на зелёных, на зелёных, да, на кого угодно, только чтобы взорвать стабильность в мире. Да, поэтому мы видим, да, вот вдруг, да, после 7 октября взрыв антиизраильский на Ближнем Востоке, поэтому Российская Федерация вдруг открыто декларирует свою антиизраильскую позицию в этом вопросе, поддерживает Хамас, поддерживает Хазбулу, поддерживает Иран, поддерживает Северную Корею, поддерживает Венесуэлу, да, любые силы, которые взрывают миропорядок. Ну, и Дугин в этом плане, конечно, тут оказывается на месте, как и Карлсон вместе с Трампом, потому что их идея на самом деле такая же, да, и там, где Путин видит союзников в Карлсоне-Трампе, да, поскольку это силы, подрывающие единство Америки и стабильность Америки. Там Карлсон и Трамп видят союзников в Путине, ну, Трамп это отдельный разговор, а Карлсон, допустим, видит союзников в Путине, поскольку это сила, которая помогает ему, опять же, уничтожить, как бы, единство Америки, да, и подорвать ту стабильность в Америке, которая существовала, ну, по крайней мере, все эти годы, по крайней мере, там, до прихода Трампа, скажем так, к власти в 16-м году. Я думаю, что примерно Трамп, так, ну, Трамп это отдельный разговор, просто потому, что Трамп в агентурном плане зависимый от Кремля человек, да, можно долго обсуждать, почему это, на чем основана эта зависимость, на то, что он зависим от Кремля, это, как бы, очевидный факт, из этого, правда, не следует, что этот факт можно доказать в американском суде, например, но то, что это именно так, это очевидно. Юрий, ну, вот в контексте усилий России вбить клин между Европой и США, это продолжается уже, на самом деле, долго и усилилась, разумеется, сейчас. Последние два года ведения войны, Путин рассчитывает на своих откровенных таких троянских коней внутри Европы, как Орбан, наверное, главное, вот, в правительство ФИЦО, Словакия, в меньшей мере, возможно, даже Сербия. И вот в этом контексте интересен визит Си Цзиньпиня в эти страны, как раз в Сербию, в Будапешт, в Белгород, Будапешт и Париж. В Париж также собирается писатель КНР. В первый раз за пять лет визит в ЕС это будет, и послание достаточно четкое, об этом пишет Bloomberg. Пекин предлагает Европе гораздо больше экономических возможностей, чем США. По сообщению МИДа в Пекине, китайский лидер начнет свою пятидневную поиску во Францию, Сербию и Венгрию. 5 мая эти страны стремятся к инвестициям из Китая, несмотря на множество расследований ЕС в отношении промышленного импорта из Китая и предупреждения официальных лиц Вашингтона о рисках сотрудничества с Пекином. Говорится в публикации, знаете, я думаю, что тут тоже и не без Украины обойдется. Я думаю, что это является частью Китая по укреплению режима Путина, поддержанию его. Ничего хорошего, я подозреваю, для нас эта поездка не сулит. Согласны ли вы с этим? Ну, понимаете, поскольку российские деньги сейчас уже токсичны, ведь, скажем так, до 22-го года, консервативно говоря, российские деньги было брать незазорно. И все их брали в большом количестве. Начиная от Шрёдера, кончая Билошем Зяманом, Орбаном. Ну, в Сербии, опять же, отдельный разговор, да, традиционно отдельный, существо отдельный. Но сейчас уже брать российские деньги рискованно. Можно подпасть действительно под уголовные статьи. Поэтому Китай, видимо, пытается заменить в этом плане Россию и обеспечить всем этим политическим лидерам, партиям, группировкам непрекращающийся финансовый поток, который раньше шёл из России, а теперь, предположительно, будет идти из Китая, потому что китайские деньги брать, как говорится, можно. Так что я думаю, что это те вопросы, которые будут обсуждаться. И когда речь идёт о помощи со стороны Китая тем или другим странам, особенно когда речь идёт о небольших странах, типа Сербии, типа Венгрии, то, конечно, тут возможности Китая достаточно серьёзные. И купить можно любую маленькую страну, в конце концов. Франция – это отдельный разговор. Я не знаю, будет ли там, допустим, будут ли там проводиться переговоры между Липеном и китайским руководителем, я не знаю. Они всё-таки идеологически на разных фронтах стоят. Китай – это коммунистическое держава, не нужно об этом забывать. Но поскольку Франция исторически являлась слабым блоком НАТО, и, как мы знаем, долгое время находилась вне НАТО, то вполне возможно, что идея переговоров китайского руководства с французским заключается в прощуплении почвы. на тему о том, готова ли Франция выйти из НАТО. Потому что нужно понимать, что и для Советского Союза в своё время, и для Российской Федерации, и я уверен, что все эти годы для Китая идея разрушения НАТО является главной стратегической задачей. Сейчас к этому прибавилась ещё и идея разрушения Евросоюза. И в этом плане переговоры в Венгрии, допустим, или в Сербии имеют, конечно, ещё и двойной смысл. Но я, откровенно говоря, не думаю, что тут могут ждать Путина и Китай какие-то успехи. То есть я не думаю, что при всей очевидной коррупционности и купленной России Арбан будет выводить в Венгрию из НАТО и из Евросоюза. Ну, потому что на самом же деле жить-то всё равно хотят в Европе, а не в России или в Китае. И это главный... Это самая большая слабость Российской Федерации и Китая в том числе. Потому что при всех разговорах о возможностях, связанных с подкопом, с одной стороны, с разрушениями, которые могут причинить, допустим, российские войска потенциально Европе, с другой стороны, жить все хотят в Европе, а не в России и не в Китае. И до тех пор, пока это не изменится, а это никогда не изменится. Потуги Китая и России, чтобы быть главенствующим фактором, в мировой политике, они в каком-то плане обречены на поражение. Да, ну вот сейчас мы говорим по поводу вообще собственности. Да, если мы говорим про НАТО и последствий решения Путина разместить техническое ядерное оружие в Беларуси, уже не впервые мы слышим от Польши подобное намерение попросить размещения ядерного оружия у себя. Помните, Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши, говорил еще пару месяцев назад, как раз во время нерешительности в Конгрессе и создающегося впечатления на тот момент, что вообще дальнейшая помощь украине может быть не одобрена республиканским Конгрессом. И вот сейчас Польша официально запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подает заявку на участие о программе Nuclear Sharing. Замминистр обороны Польши об этом заявил Павел Залевский. И вот прямая цитата от Залевского, мы говорим о программе, которая называется Nuclear Sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе, в ней принимают участие Бельгия, Италия и Германия. И Польша заявила также о своей готовности участия в этой программе. Ранее президент Аджей Дуда заявил, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Ну, Туск после этого раскритиковал это, а в НАТО заявили, что у них нет планов по размещению ядерных сил в Польше. Судя по всему, как сейчас, знаете, мы видим конфигурацию фигур на этой доске, шахматной, все так или иначе идет к этой войне. И я знаю, ваш основной тезис в ваших интервью, недавно слушал, в очередной раз, вы говорите, что эта война уже идет, и Западу решать сейчас, да, как скоро он полномасштабно в нее вступит. И пока есть возможность это сделать через Украину, скажем так, не напрямую, а через Украину. Но, так или иначе, столкновение с Путиным вы считаете действительно неизбежным? Ну, с точки зрения Российской Федерации, эта война уже идет, ведется Российской Федерации, с точки зрения Соединенных Штатов, эта война происходит где-то там в далекой Европе, на территории Украины, и основная задача Соединенных Штатов, да и Европы тоже, да, это предотвратить расширение этой войны ценою Украины, да, то есть ценою Украины в том плане, что эта война будет вестись бесконечно долго, скажем так, на территории Украины. Поэтому, допустим, пакет, который позорным образом 5 месяцев или 6 месяцев задерживали и, наконец, дали Украине, он тоже включает самое главное собственно условие, что Арукфри, которое получает Украина, не используется для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Ну, как я уже неоднократно говорил, сейчас быстро повторюсь, это абсолютно пораженческая тактика, так выиграть войну нельзя, и установка, что Россия не должна эту войну проиграть, а Украина не должна эту войну выиграть, приводит вот собственно к состоянию перманентной войны, в которую вошла Россия. Она собирается эту войну вести вечно и продвигаться по мере возможности, да, где-то на сантиметр в день, где-то на метр в день, сколько лет займет, столько лет займет. Но Россия готова эту войну вести вечно, что, конечно, Украине невыгодно, да, потому что Украина своих людей оценит, и каждая жертва на счету, в отличие от России, которая абсолютно все равно сколько людей гибнет, это и в каком-то плане чем больше, тем лучше. Ирония заключается в том, что большая часть республиканцев, как и большая часть демократов, безусловно, за помощью Украины. И палки в колеса, которые ставятся, ставятся республиканским меньшинством Трампа. Но поскольку Трамп уже обозначил себя как кандидат от республиканской партии с хорошими шансами на победу, то да, в Конгрессе его республиканцы боятся, и даже те, кто с удовольствием голосовал бы за помощь Украине в день номер один, в общем-то подчиняются, к сожалению, партийной дисциплине. Если Трамп придет в Белый дом, мы знаем, что произойдет, он неоднократно об этом говорил, он сказал об этом, кстати, Орбану, который летал к нему навстречу недавно в Соединенные Штаты, во Флориду, что первое, что он сделает, это остановит помощь Украине. Но это нас как бы уже не удивляет, мы об этом знаем. А второе, что он сделает, он остановит вовлеченность Соединенных Штатов в НАТО. Я не хочу сказать, что он распустит НАТО или выйдет из НАТО, потому что никто не знает формально юридическую сторону, никто не понимает, возможно это или невозможно это, но то, что Трамп перестанет как бы участвовать в НАТО, это абсолютно стопроцентно произойдет. Ядерное оружие в Польше, ну, откровенно говоря, я не считаю, не считаю, что это необходимо, если честно, потому что как бы если, если эта война эскалирует в ядерную, да, то не очень будет иметь значение, где, где находится ядерное оружие в НАТО, да, если это доходит до открытого конфликта между НАТО и Российской Федерацией, на это, скажем так, если Трамп не в Белом доме, да, поэтому о наличии ядерного оружия в Польше, я думаю, Польшу ни от чего не застраховывает, да, потому что если эта война эскалирует в ядерную, то это будет ядерная война со всей Европой, да, и предполагать, что это будет белорусско-польское ядерное столкновение, я думаю, я думаю, неправильно, хотя тактическое ядерное оружие в Беларусь было Путиным переброшено именно для того, чтобы начинать ядерные удары с Беларуси, а не с территории Российской Федерации. Но это, опять же, отдельный разговор, потому что моя точка зрения, что это, да, может произойти, особенно если в Белом доме 21 января 25-го года окажется Трамп и лишит Европу американского ядерного зонта. И вот тогда ядерное оружие в Беларуси действительно становится реальным фактором. Но ответные удары будут наноситься не Польшей, а всей Европой, даже если Трамп откажется в этом участвовать. Поэтому Польша тут безусловно не одинок. Я не военный эксперт, может быть, с военной точки зрения имеет смысл действительно установить тактическое ядерное оружие в Польше. Но я не буду, не думаю, что это будет сделано, и я не думаю, что НАТО, которое и так, как мы видим, осторожничает во всем, что связано с опасениями расширения конфликта и расширения фронта этой войны, пойдет на установку передислокацию ядерного оружия в Польше. Мне кажется, что этого не произойдет. Юрий, а почему еще, вот все-таки давайте остановимся на вопросе, в конце нашей беседы, почему вот такое столкновение неизбежно? Вы утверждаете, что Путин на Украине не остановится? Это, наверное, главные сейчас аргументы Украины для поощрения дальнейшей помощи Украине. Вот вчера тут выступал в Раде в украинском парламенте генсек НАТО Йенс Толтенгер и заявил о том, что Украине нужна абсолютно гарантированная и стабильная поддержка стран НАТО. Видимо, он тоже так считает. Но что вам подсказывает, что именно такая логика верна в отношении Путина, что он вообще ни на какой стране не собирается останавливаться, даже если исключить вариант какого-то прямого столкновения с НАТО. Вот вы, я знаю, говорили недавно в интервью, есть разные способы, скажем так, найти какую-то брешь в НАТО, в его единстве, там, начиная с того же города Нарва, еще Андрей Андреевич Пенковский с 14-го года начиная, да, приводил этот пример, как может начаться эта агрессия, да, и уже потом Путин будет демонстрировать все больше и больше аппетита. Но что диктует эту логику? Почему это действительно о том, что Россия, граница России не останавливается никогда, что Россия будет расширяться до того момента, пока она не взорвется, наверное, изнутри или снаружи? Ну, во-первых, это то, что открыто декларируется российским руководством. На самом деле это то, что открыто декларируется российским руководством. Например, пространные тексты на эту тему пишет Дмитрий Медведев, а он ближайший Путину человек, не говоря уже о том, что он занимал и занимает довольно крупные посты и был даже президентом России. Поэтому не нужно считать, что эти заявления, они чисто риторические для внутреннего пользования, они не для внутреннего пользования, это просто человеку, которому трудно язык держать за зубами по ряду причин, поэтому он выдает нам государственные тайны. И нужно сказать, что Трампа в Кремле называют полковник Даниил Трамп. Трамп, полковник Даниил Трамп. Поэтому Трамп это свой человек, что называется. И нужно верить, вот как Европа не верила Гитлеру, считала, что это все какие-то страшилки, преувеличения и такого не может быть. как евреи не верили Гитлеру, считали, что невозможно предполагать, что есть задача уничтожения физического всех евреев. Нужно верить, словам нужно верить, слова для того, что существуют, чтобы как бы через них анализировать позицию своего врага. Поэтому это первое. Второе, ну вот ну как как это можно себе представлять, да, вот предположим, после 10 лет войны Российская Федерация наконец захватила Украину, вот все разрушила, все захватила, да, и в этот момент Путин говорит, все, останавливаемся, все, что мы хотели, это вот 10 лет воевать в Украине, а больше нам ничего не нужно. Возможно это? Нет, невозможно. И то, что Молдова будет следующее, это стопроцентно, то, что единственный способ спасти Молдову от этого теоретически вероятного или потенциального конфликта, это объединить Молдову с Румынией, через это ввести Молдову в НАТО, и через это застраховать Молдову от российского вторжения. Поэтому есть какие-то вещи, которые очевидны, о них просто никто не думает, потому что кажется, что все происходящее настолько дико, что не может же это продолжаться вечно. На самом деле может, была концепция мировой революции у российских большевиков, была концепция, ну и у коммунистов, в целом, была концепция перманентной революции у Троцкого, была концепция, на самом деле, захвата Европы физического у Сталина, она была наполовину реализована, была концепция расширения социалистического лагеря, как это называлось, у советского правительства, и она тоже удачно реализовывалась, да, и в Африке были созданы социалистические государства, и в Азии, и Куба, Куба под носом у Соединенных Штатов стала коммунистической, в Латинской Америке были левые правительства и, соответственно, государства, поэтому это все было уже, и то, что происходит сейчас, ну не такая уже новинка, да, это как бы, то есть, там Путин немножко подстроил под современность происходящее, да, сначала создал концепцию русского мира, в том смысле, что под концепцию русского мира подпадают, ну, все бывшие советские республики, потому что везде русские живут, в Украине жили русские, в Молдове жили русские, в Прибалтике жили русские, да, поэтому сначала давайте вот сделаем концепцию русского мира, ну, а потом возникнут какие-то другие дополнения, вот с помощью Дугина, да, например, о том, что для того, чтобы русский мир был в безопасности, нужно еще разрушить весь нерусский мир, ну, к примеру, и на самом деле это в текстах Дмитрия Медведева это тоже вполне декларируется, да, поэтому, ну, скажем так, не нужно, не нужно делать вид, что нас ждут какие-то неожиданности, неожиданности нас не ждут, нам все уже объявлено заранее, и именно по этой причине понятно, что столкновение неизбежно, я подчеркиваю, с точки зрения Российской Федерации оно уже идет, да, и если послушать Путина, да и всех остальных, единственная причина, по которой Россия еще не захватила Украину, это так, что война ведется на самом деле не с Украиной, а с НАТО, просто пока что она ведется на территории Украины, опять же, если вернуться к тому же Дмитрию Медведеву, там угрозы уничтожить и всю Европу, кончая Англии, и начиная с Англии, как бы почти в каждом тексте, поэтому поэтому война идет, да, задача Европы не расширять реальный фронт этой войны, да, и держать его, как бы сдерживать его в Украине, но и тут палка о двух концах, с одной стороны они, да, боятся ядерной угрозы, которую представляет Российская Федерация, и боятся, что Россия, да, начнет ядерную войну, и это главная, единственная причина, по которой, к сожалению, все надеются, что Россия выдохнется на фронтах Украины, я бы на это не рассчитывал, и у меня бы, конечно, стратегия была другой, что нужно по нему побеждать. С каждым днем продолжающейся войны ваши слова становятся и пророческими, и ваш совет становится все более и более релевантен, надеюсь, что к нему и прислушаются, правильно или поздно, так или иначе, вынуждены будут это сделать, опять-таки, исходя из логики того, как все идет, и что происходит. Спасибо огромное, Юрий, за нашу беседу, друзья, историк из Бостона, с нами был на связи Юрий Фельштинский.